Приветища! Это Тайникины, и мы продолжаем путешествовать по огромным комнатам при помощи нашего отряда супергероических микробчиков. Сегодня мы от богомолов уходим вниз в подземелье. Скорее всего, в подвал, я так полагаю, поскольку нам нужно будет спуститься по водосточным водам. Там нас уже ждет вон небольшой шелкопряд. Путь в Ванею находится внизу, в конце затопленного туннеля. Иди туда, когда будешь готов. В принципе, мы готовы, тут мы все сделали. Так что, летс го! О, бля! Вперед и с песней на нашем мыльце! Надеюсь, это мыло не хозяйственное. А то разъезд мне все ботиночки, что мне потом делать? Ладно, шучу, шучу. Хозяйственное мыло очень добротное мыло. Царь мыла, может сказать. Что, все? А, мы, оказывается, не в подвал спускаемся. Мы в ванную комнату прибыли. Вон оно как. Изабель. А мы точно правильно поступаем? Не знаю. Не уверен. Я должен защищать мирный сон своих избирателей любой ценой. Даже если придется наступать себе на горло. Это было низко. Хорошо еще, что мы инкогнито без этих вещей, которые мы спрятали. Вечеринка закончится, и все должно будет успокоиться на какое-то время. Ладно, идем по домам. Отдохнем. Какие-то странные жучки. Воды в ванной. Саботаж в мутной воде. Теперь я понимаю, почему это называется ванной. Потому что это ванная комната. Мастер молодой, добро пожаловать. Я мэр навозного карьера. Мне сказали, что вы прибыли в ваннею за деталью, которая есть только у нас. Я хотел бы передать ее вам прямо сейчас. Но я совершил большую ошибку. И мне нужна ваша помощь. У нас есть соседи-чешуйницы, которые живут по ту сторону стены. У них характер не такой, как у нас. Совсем другой. Они любят шуметь и плескаться. Прошлой ночью они такое устроили, что мы избиратели всю ночь не могли глаз сомкнуть. А потом чуть все не затопили. У меня не было другого выхода. И я приказал устроить маленькую диверсию во время этого сборища. Чтобы наконец прекратился шум и гам. С тех пор чешуйницы не желают с нами знаться. Но не просто перестали общаться. А похоже в отместку позаимствовали у нас ножницы от города. Мастер Майлодой умоляю, помоги исправить эту мою ошибку. Вон оно что. Наверху есть вентиляционная шахта, которая ведет прямо к ним во двор. Моя помощница Изабель сейчас ведет с ним переговоры. Вы можете с ней встретиться. Значит навозные жуки накосячили. А мне теперь исправлять, да? Еще есть чешуйницами. Надо затусоваться. Можно смыться в унитаз? А, унитаз пустой, тут ничего нет. А нет, хотя смотри-ка. Так, это мы походу к чешуйницам пошли. Или это перевал Чудачи. Мы снова в канализации. А мы получается отсюда же пришли? Это же мы не к чешуйницам идем. Ага, точно, точно, точно. Мы отсюда пришли. Все. Ну то есть ты понимаешь, да, всю иронию этого? Мы только что вылезли из сортира. Какой ужас. Немножко даже стыдновато. Расческа в виде трамплина. Это забавно. Поехали, что, поехали. Собирать тинукинов. Кстати, у меня же тут никого нету. В туалет они со мной, значит, толпой зашли. А вышел я уже один. Вот так вот. Так вот мы и живем. Ну благо мы сейчас их быстренько здесь насобираем. Наших супергеройских помощников. С навозными жуками вообще где? Голубые? Кто это такие? Лентяи какие-то. Ленивцы. Электрические. Обалдеть, что с ним происходит? Ты что такого учредил? Значит, нам здесь нужно будет что-то электрическое делать. Взаимодействовать как-то с этим. Хм. Даже любопытно. Так, дайте мне кого-нибудь. Ага, вот они у нас есть. Ну-ка, он тех пособирай. Снайпер, заставьте тайникина помочь вылупиться другим тайникином. Ага. Пойдем туда вниз гоняем. Чья-то хатка. А, обжегся. Попцом присел на горящую свечу. Запахло чем-то румяненьким таким. И шашлычком. Зелененький. А, зелененьких тут нету. Блин, так непривычно без них. Вообще капец. А, нет, они у меня есть. Теперь у меня они есть. Ха-ха-ха. Давайте сюда залезем. Ты че тут дрыхнешь? Не спи. Подъемчик. Во. Во-во-во. Смотри, вот тут, кажется, нужно будет электричество запитать. Сейчас мы голубеньких возьмем. Это молниеносные микробчики. Тут тоже еще голубенькие есть. Сейчас выясним. Они, скорее всего, просто как проводники работают. Если бы здесь были враги, мы бы их могли электричеством исповелить. Вот это вот можно я заберу? Такой огромный. Спасибо. Ну что, приступим? Не-не-не-не. А еще я смотри, как могу. Я аж свистеть могу. Я про это тоже забыл. Куда нам нужно кинуть? Так, давай сюда. Как это? Ага, вон оно что. Включили лампу. Свет во тьме. Зажечь светильник. Нектарчик, это круто. Так, все. А, они тут и останутся. А мимо... Я могу мимо ходить? Прям через сток, и мне ничего. А воду, то есть, прыгнуть я никак, да? Забираем. Я думал, что это письмо, а это не письмо. Это педалька. Слушай, а что будет, если я сюда электрического... Электрического я сюда кинуть не могу. А если мы сделаем... Ага, так тоже не можем. Ну ладно. Тут мы не можем. Здесь можем. Но... Надо еще зелененьких поднабрать. Не заскакнул я туда. Так, ребят. Нет, это... А, вот это давайте подвинем. Неплохо. Это забираем. Какой огромный проход забаркодировали. Ты шо тут делаешь? А это у тебя че такое? Давай-ка поговорим. Джек, я так скучаю по нему и его серебряным чешуйкам. При одной мысли о нем меня будто сотни зубочисток пронзают. Мастер Майлоды. Майси, меня убеждена, что от чешуя нет столько неприятностей. Пожалуйста, передайте ему от меня этот подарок. А, новозный жук, который дружил с чешуйничек... С чешуйничеком. Да, ты понял. Джек не очень хорошо плавает, поэтому я подумал, что эта доска станет для него символом нашей непотопляемой любви. А, так они еще и любовники были, оказывается. Новозный жук с чешуйничеком. С чешуй... С чешуйничеком. С чешуйницы. Капец, как-то сложно все выговорить. Вроде бы простое слово чешуйницы. Вот, сейчас же выговорил. А, до этого вот прямо... Ладно, все, проехали. Я на себя. Я устал. Устал от всех этих навозных жуков. И чешуйниц. Хотя только сюда прибыл. Унитаз вымыл с меня все мои извилины. И серое вещество в мозгах. О, зелененький, как раз. Они-то нам и нужны. Эти симпатяшки нам помогут забраться в мусорный бак. Чувствую себя каким-то тараканом после этих слов. Ай, чуть-чуть в складочку вляпались. О, отлично. Отлично. Теперь мы можем еще выше взобраться. На унитазе мы были. Там мы были. Да, везде мы побывали. Сейчас еще на туалетную бумажку взберусь вот сюда. На всякие-таки пожары. Вон туда бы нам тоже сходить. Мы не долетим. Будем взбираться. Будем взбираться. А еще нам нужны фиолетовенькие. Тут мы уж были. Кажется, мы тут уходили. Фиолетовеньких нужно побольше. Фиолетовые, вы где? Эй, кто-то кричит так. Забавно. Тоже кто-то устал. Из моих микробчиков. Ну что, тогда высобираемся. Тут вроде по низу все. Комната эта очень маленькая. В принципе, логично, потому что мы сейчас еще пойдем в поселение Чешуйниц. И там у них свой город. Еще более круче, чем у навозных жуков. Кстати, интересно. У кого круче город? У навозных жуков или у Чешуйниц? Сейчас это будем выяснять. Ватные палочки, что ли, или нет? Да, ватные палочки. Добавно. Да, мы ходили сюда. Давай сюда. Зубочистки. Зубные щетки. Резинки для волос. Что тут только нет? Знаешь, чего здесь нет? Нету здесь волосней. Нету волосней. В ванной обычно очень много волос. А их тут как бы и нет. Удивительно. Значит, наш бог, который здесь обитает, это не девушка, скорее всего. Может быть, даже лысый чувак. Либо мужик с короткими волосами. С очень короткими. Какой здоровый нектарчик здесь. Точнее, пылинка. Опля. Так, надо вот это вот подбить, ребята. Что-то как-то не получается прицелиться. Ладно, придется спуститься. Еще с другой стороны, вообще-то, был кусочек. Вон. Блин, как это плохо, что придется спускаться. Нельзя управлять вот этой траекторией стрельбы. Траектория стрельбы звучит, конечно, эпично. Как будто я в экшен какой-то играю. Шелкопряд. Сверху над лампой я слышу эпичный звук пыли. Вон надо не добраться. Обязательно, обязательно. Навозные кучки. Которую мы яростно разбомбили. А навозные жуки это все так долго пытались скатать. Увести подальше к себе домой. А мы взяли и разбомбили. Ох уж, какие мы плохие. Жулики. Хотя, какие жулики. Варвары. Какие жулики. Мы же никого не обманули. Мы просто разрушили то, что было построено. Все свечки раскрыли и на туалетном... О, прям рядышком. Сгусток пыли. Сгусток... Пыльцы. Ой. Что это? А-а-а. Готово. Можно, конечно, еще на мул... Ух ты, вон там далеко как. Там что-то еще есть. Мы туда можем, в принципе, забраться. Если побольше наберем вот этих зелененьких товарищей. Пойдем в раковину сейчас загоним. Тут есть у нас кое-что. Странно, что в сливное отверстие можно спуститься. Как бы там дырка. Как это так? По идее, там должен быть сифон. Очень подозрительная и странная раковина. Все зелененькие. Под расческой ничего нет. Новая лазалка. В принципе, я уже огромную кучу собрал. Сколько у меня теникинов? Фиолетовых, в принципе, уже достаточно. Может быть, мы и сможем. Может быть, а сюда не сможем, да? Черт, надо было с туалетной бумажки долететь. Так, наверное, правильнее было бы. Учитывая, что у меня зеленых пока маловато. Сейчас попробуем. Ну-ка. Я еще и здесь сделаю. Полетели. Да, это верный выбор. Так, фиолетовые, фиолетовые, фиолетовые. Нужны были, чтобы поднять плод. Плод внизу находится. За ним чуть позже вернемся тогда. Вначале здесь полазим. Куда это нас привело? Там внизу ничего интересного нету случайно. Ёршик вижу. Это мы за туалетом выходим. А, мы внизу там были. Были, бродили. Музыка такая, как будто в детектив играем. Ух ты, еще навозной кучкой. Идите, сходите, заберите. Вон так товар стоит. Вот так. Здесь где-то шелкопряд должен быть. Сколько подрывников-то, а? Я надеюсь, что вся вот эта толпа, которую я тут набрал, они к чешуйницам со мной уйдут. А то обидно, как-то я тут пыжусь, мурыжусь. Вот, кстати, мы и прибыли обратно. Можно и до плота дойти. Лотик. Лотик, вон он. Хватит, я надеюсь. Сколько? Восемь надо? А у меня... А, нет, не хватит. Еще одного не хватило. Блин. Сейчас мы это попытаемся исправить. Во! Теперь нам точно хватит. Ну-ка. Раз, два. Взяли, погнали, ребят. Поташили, поташили. Лотик. Нам его куда-то скинуть же надо, наверное. Вот сюда потом идем. Наверное, сюда куда-то мы его сейчас поставим. А если я свистну? Это никак не влияет на тех чуваков. Нет, слушай, нам куда-то в это направление надо идти. Куда же мы тогда идем? Ладно, пускай они пока ползут. Я тут по брожу, пособираю, все. Кроватки такие миленькие. Ребят, куда? Вы точно сюда идете? Остановились. А, двери надо открыть. Чтобы они прошли. Ну-ок. Будем думать, как это сделать. Полезем наверх. И, скорее всего, ну, как бы нам на дверь надо залезть каким-то образом. Сейчас мы это будем делать. Цепляйся ты за эту веревку, блин. У нас как раз тут есть возможность забраться по губкам, по всей штуке повыше. И там спрыгнуть на дверь. Вот и мы. Кстати, у сливной бачок. Тут же можно кнопку, наверное, нажать? Сейчас я на нее прыгну. Да, прикинь, сливается. Она сливается, но там воды не видать. Плохо? Плохо, что там воды не видать. Нам, вообще-то, если что, там через туалет можно обратно уйти. Так что не надо его топить. Прям уж так. Теперь у нас есть сюда подъем и спуск. Но нам надо еще выше взобраться. Потому что мы не на достаточной высоте. Нам нужно выше дверного проема подняться. Чтоб на эту дверку залезть. Блин, ну если мы в другую комнату уходим, а тянукины только могут в комнате находиться одной, то, скорее всего, вот эта толпа, которую я тут набрал, ко мной не пойдет. Наверное. Но это не точно. Сейчас мы это будем выяснять. О, розеточка. Забавно все сверху на это смотреть. Учитывая, сколько здесь туалетных бумаги, это просто обосраться можно. Тут на полвека хватит, мне кажется. Что ты тут стоишь? Сейчас я подключу тут все. Вот таким вот образом подцепляем друг к другу и прямо к проводку. Все, готово. Ага, мы через вен в шахту, значит, ползем. Прекрасно. Я так и знал, что эти шустренькие ребята смогут нам помочь. Изабель должна быть за этим коридором. Будем надеяться, что ты найдешь способ ей помочь. Мы не можем допустить, чтобы эти бедняги и дальше страдали. Кроме того, нам очень нужны эти ножницы от города. Ладно, я сейчас туда схожу. И, по всей видимости, дверь мы будем открывать изнутри. По-другому никак. Ох. Мне зелененьких не хватит туда допрыгнуть. Вообще не хватит. А там, может, веншахта или что там? Там что-то есть, короче. Через что-то можно пробраться туда. В общем, погнали. Сюда вначале сходим, потом идти, что туда. Залезть попробуем. О! Ну смотри-ка, Тинокины со мной пришли. Вот и ванная комната. Нам правда очень жаль. И мы надеемся, что... Пффф. Да нет. Так не пойдет. Нитушки. Мастер Майлоден. Вам же... Ватерклосс объяснил, что к чему. Мы тут всегда ладили. И вдруг, нать вам. Праздник на смарку. Из-за нескольких децибел. Фигушки. Хватит с нас, с навозников. Гульянея во дворе должны продолжиться. Ну, с чешуйницами проблема. Да еще кто-то мыкнул ножницы от города. Думаю, это все организаторы. Вы бы не могли с ними словечком перемолниться. Мы просто подойдем и возьмем свое. Как бы и уйдем. Че с ними болтать? Видно, что они какие-то хипари. Бандосы какие-то. Да, они вообще хипари. Они тусовки любят. Так что нам походу вниз. А шортики-то у них. Зацени шортики. Так что... Здесь еще все в лаунч такой. Как будто зоне. Неоновые вот эти палочки кругом. Короче, так-то забавное местечко. Ну, что поделать. Из этого... Из этой ванны сделали клуб. На месте хозяина я бы здесь все хорошенечко дихлофосом прошел. Потому что, как бы... Письмо заберем. Потому что, как бы, негоже, когда без хозяев устраивать такую штуку. Мне бы не понравилось. Приходишь такой. А тут кругом свечи зажжены. Неоновые палочки. Еще ему зло играет. Так, нам получается... Нам, получается, до этой розетки нужно ток провести. Чтобы включить что-то. Скорее всего, музыку. Готово. А, мы вентиляцию вырубили. Вытяжка, которая работает в обратную сторону. В данном случае это не вытяжка, а нагнетатель какой-то получился. Все собрали. Подрывашки мы их возьмем. Дальше... Ну, магнитофон или радио. Что это надо подключить? О, муравьишечки. Вы тоже на тусы пришли, да? Чего такие? Чудесно. Ты хорошо поработал над этим радиатором, Майлдейн. Не хочешь теперь посмотреть, что случилось с радио? Ну, я вообще-то этим, походу, и занимаюсь сейчас. Но... Это же для научных целей. Науку все любят. Тезла. Это Тезла? Я с Тезла болтаю? Он что-то у себя записывал, когда ты использовал тайникинов. Магнитофон что-то у себя записывал, когда я использовал тайникинов? Ну, ладно. Или кто-то что-то там записывал. Так, ара... Провод-то где этот? Где провод? Пойду сейчас к радио, подойду. О, и ты тут. Батерклозовы ножницы. Граждане с радостью вручат их нам, если благодаря нашим усилиям эта вечеринка продолжится. Понятно. Мы как бы и стараемся. А, вот он провод. Вот он провод. Отсюда, значит, нам нужно его тянуть. Почувствуй себя электриком, блин. Он туда заходит и пропадает. Транда. Как это он туда за... А, это вообще не тот провод. Это гирлянда. А нам-то нужно... Вот он. Вот он. Ну что ж, ладно, давай тянуть. Музло запустим. Так. Не, это... Видимо, от розетки придется. Придется от розетки. Не хотят они запускать. Опа. Мы бы заподняты, что ли? Нет. Приступим к прокладку кабеля. В нашем случае, в нашем случае, тайникинов. И тут вот начинаются сложности. Очень... Очень все сложно. Если я вот сюда попробую. С другой стороны. Ток пройдет. Не, не проходит. Мешается там ему. А, вот, смотри, тут есть какая-то штука. Вон оно что. Ага. Еще чуть-чуть последний. Последний. Что, мне не хватило, что ли? Блин, прикинь, ни одного не хватило. Черт, подери. Пойдем искать электрическую братву. Где же, где же вы? Электрическая братва. Буквально одного. Дайте мне еще... Еще одного шиньку. Вон там. О, у них тут забегалочка. Закусочная. Голубенький вот он. Теперь надо наверх. Сейчас поскоррючим музло. И дискотека продолжится. Запускай. Ну, вроде играет, а музыки нет. Наверное, что-то записывают. Блин, зачем я вниз спускался, когда здесь в раковине... А, это ванна. Когда в ванной были вот эти электрические супергеройчики. Точнее, яйца их. А где здесь у нас товарищ, который из пыльцы варит хмель? Или что он там там? Нектар варит он. Надо к нему зайти и еще один пузырик себе заработать. А то четыре пузыря мне маловато. Мне надо побольше. Чтобы летать как можно дальше. Ванной вроде бы закончили. О! Забрались наверх, а тут ключик. Пожалуй-ка возьмем его. А там еще и можно про лету, скорее всего, опустить. Ну-ка. Что это нам даст? Блин, двух не хватило. Эх! Обидно. Что-то в последнее время мне много чего не хватает. Прямо до конца. Израсходовал свои пузыри, немножко замешкал, но мне хватило. Лазерная указка. В начале, короче, пути. Вот еще пилеты. В начале пути нам показывали все предметы, с которыми нужно повзаимодействовать. И вот мы в итоге по ним сейчас и пробегаемся. Еще остался шампунь, корабль и, по-моему, уточка. Нет, корабль и шампунь вроде. Отпустим эту штуку. Вот и проход, наверное, который в другую комнату ведет нас. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Да, 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 да. Отлично. Забрали. Здесь нужно 900 набрать для пузыря, так что, в принципе, мы уже с этим справились. Там мы были. Кто там у нас? А, мы там вышли, да. Мы там были. Хорошо. А для чего нам ключ-то нужен? Вот в чем вообще вопрос. Для чего же нам ключ? Тут нам даже шелкопряд поможет перебраться на ту сторону. А, он туда нам поможет. Черт, я-то думал на жалюзи. Ну и шо, ну шо, 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 погнали. Тогда сюда, потом. Оу, мы скользим. Блин. Нифига себе. А как тогда на ту сторону-то? Да-то да. Ладно, 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 там стиральная машинка. Пойдем вот, 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 пошаримся тогда. Там еще лодка есть. Надо с лодкой разобраться. Лодочка. Ты где? Вот она лодка. Что с ней делать? 25! Нифига себе. Нужно ее куда-то перенести. Для этого 25 тенукинов нужно. Дофига. Очень дофига. Скорее всего, мы будем комнату какую-то топить. И эта лодка поможет нам выжить. Ну, точнее, чешуйница. Как они там? Чешуйница. Они же не умеют плавать. Нам же еще плод сюда нужно затащить. И кажется, все складывается. В начале серии наводные жуки диверсию хотят какую-то устроить. Вроде бы как они ее уже устроили. Но я думаю, что будет еще одна в виде потопа. Они хотят затопить эту комнату. Поэтому нам та возлюбленная дала плод. А тут есть лодка. Точнее, корабль. Так что, скорее всего, да. Потопа нам тут не миновато. Спасибо тебе, что нас покормил. А вот и ты, хмелевар, блин. Тут у нас кто-то прыгает. Ну-ка. А тут их целых два. Что вы хотите мне сказать? Это лазер? Осторожно с ним. Он хрупкий. Клади его на подставку. Давай поставим. Это, наверное, знаешь для чего? Для лазер-шоу. Скорее всего. Давай поставим на подставку. Чего бы нет. Я как раз не знал, куда его девать. Ну да. Окей, лазер-шоу. Вместо шара. Пойдет. Ух ты. Я, кстати, уже музыку слышу. Клубную музыку. Но она еще не до конца здесь. Вот это что? Это надо куда-то унести. Давайте унесем. Это что? Ты портрет возлюбленный? Это Джек, блин. Из Титаника, походу. Меня не видно со стороны карьера. Прошу, передай этот портрет Роуз. Точно, Роуз. От меня. Чтобы она знала, как я перед ней благоговею. А та, значит, Роуз была. Я просто имя ее не... Не обратил внимания на ее имя. Она ему плод передала. Все сложилось, короче. Все понятно. Ну, нет, я к тебе чуть позже зайду. Там еще, короче, один от чешуйчиц и этот прыгал. Надо бы к нему подойти. Кто тут прыгал еще? Кто тут прыгал? По-моему, ты. Никого не интересует банальная вечеринка вокруг бассейна. Всем нужны мыльные пузыри. Но пена для бассейна куда-то подевалась. Ну, там, наверху есть бутылка с пеной, но... Да-да-да, мы ее видели. Одна только мысль о том, чтобы забраться на такую высоту, вызывает у меня дрожь. Ну, ясно. Значит, я полезу. Значит, я. Выхода нет. На душ. И, в принципе, все. До пузырей мы добрались. Теперь на таблеточки. Опа. Блин, еще чуть-чуть осталось. Нектара набрать. Чуть-чуть не хватает буквально. Давайте, ребята, выливайте прямо в ванну. Ничего себе, бомбочка. Осталось только в ванну, наверное, запустить, чтобы она булькала и производила пузыри. Не-не-не, вниз мы не пойдем. Нам еще вон наверх надо. Мы же там даже людей-то не добрались в прошлый раз. А вот сейчас, наверное, доберемся. Очень аккуратненько чуть не упал. Да, это получается с другой стороны жалюзи мы. Тихо, 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 тихо. Все, 900 набрали. Дошибись. Дошибись. Значит, можно дальше уже, в принципе, не собирать. Хотя мы уже тут все собрали, весь этот нектар. Так, у нас есть ключ, у нас есть два письма. Кстати, почта. Почту надо найти. Где же у вас тут почта могла бы быть? Почта. А, о, да, к тебе зайдем. Держи. Держи свою пыльцу и давай мне пузыри. Спасибо. Спасибо. Теперь у меня пять пузырей. Еще дальше могу летать. Осталось всего три, и я фу сделаю по пузырям. Ага, вот и почта. Нашли ее. А где еще два письма? Вот то, что узнаем. Так, ключ, может быть, от двери? Слушай. Давай-ка мы попробуем забраться наверх. Скорее всего, да. Ключ от двери. Тут туалетная бумага как раз к этому месту. Тек-тек-тек, вот сюда. И на расческу. Вот. Ну-ка. Да, точно. Ключ именно сюда. И две комнаты вновь объединились. Теперь плот и картина. Смотри, как они обмениваются. Такие остановились друг перед другом. Ну все, ну все, ну все. Сейчас с они друг другу... Друг от друга получат приветики. Роуз картину, а... А Джек плот. Да, она получила картину его. А он сейчас получит плот. Отсылочка такая, конечно, прикольная. Джек, ты не забыл меня. Как я мог тебя забыть, Роуз? Злопыхатели хотели бы, чтобы ты никогда не выбралась из-за этого карьера. Нам нужно отправляться в путь. Мои родители позволили мне быть с тобой благодаря твоему подарку. А может, еще и благодаря тому, что им за мной не угнастся. Когда мои родители увидели твой рисунок, они пришли в ужас. Я незаметно сбежала, и вот я с тобой. Нормальный рисунок, чего они в ужас-то пришли. Прощай, жизнь заурядного навозника. Ты окрыляешь меня, милый Джек. Мы знаем, когда надо благодарить. Спасибо, Майло Дейз, за то, что потратил часть своей жизни, чтобы спасти две отчаявшиеся души. Вот, возьми, я нашел это, когда однажды исследовал дно бассейна. Хотел сказать, когда я тонул. По фильму же он утонул. Спасибо, ребятки, спасибо. Кольцо вечности. Как властелин колец какой-то. Ну что, кораблик, вот и твоя очередь настала. Сейчас мы тебя перетащим. Только куда? Куда мы тебя тащим? Скорее всего, в ванну. Пузырные переговоры. Устроить вечеринку в ванне. Класс! Нифига себе, кто-то даже тик-ток танцует. И наша тусовка вся банда там в сборе. Ах, все просто великолепно. Теперь у нас все в порядке. Я даже получил приглашение. Эй, старик, все путем. Приходи к нам оттянуться. Мы ждем. Это так мило. Моя помощница сказала мне, что именно вы этого добились. Спасибо вам огромное. В качестве жеста доброй воли чешуйницы вернули ножницы от города. Они должны принадлежать самому уважаемому гражданину. То есть вам, Майл Адейн. Ну, наконец, спасибо. Единственное, я еще не до конца понял, зачем нам ножницы в нашем космическом корабле. Ну, мы их возьмем. А еще надо в пенке. Я в пенке могу бегать. Класс. Дайте я тоже на кораблике потусю. А ты кто такой, шляпник? Комар, что ли? На комара похож. Прикольно. Бизнес набирает обороты. Для кого бизнес? А для кого я просто вечеринка... А, я упал. Надулся и лопнул. Что ж, ладно, тусите. А мне нужно еще кое-что сделать. Ну, а первых, ножницы забрать? Уже 4,6 деталей. С моими мозгами и твоими умениями нас никто не остановит. Вернемся в Хризаль через этот проход. Как только почувствуешь, что готов продолжить поиски. Окей. В этот раз с одной веншахты вышли. Надо же. Молодец, Майлодейн. Ты снова весь промок. Нафига они тут, эти ножницы? Мы установили новую деталь механизма великого Ардвина. Теперь нам нужно ситечко для чая. Его получают только стрекозы по окончании обучения. Ты, наверное, уже догадался. Мы с тобой никоим образом не стрекозы. Стрекозы живут в Амброзии. Там как раз будет проходить обряд. Чтобы попасть в Амброзию, нам надо пройти через Транссидор. За мной! Транссидор. Ну и название. Что-то как-то я очкую там проходить. Слушай, я никогда не взбирался в наш вот этот вот летательный аппарат. И вот, наконец-то, я это сделаю. Прикольно. Здесь не хватает только еще контрольной рубки, где управлять можно будет всем этим делом. Получается, смотри, что нам осталось. Нам осталось ситечко и что-то еще. Видимо, какой-то пусковой механизм или как раз-таки контрольная рубка. И все. И мы сможем со спокойной душой отсюда улететь. Наверное. Но то, как мы будем добывать оставшиеся два элемента, чтобы запустить нашу с тобой ракету, ты увидишь в следующей серии. Если тебе, конечно, понравилось, и ты хочешь увидеть в следующую серию, не забудь поставить лайк и подписаться. И тогда мы вновь увидимся с тобой в новом видео. Так что до встречи. Увидимся в новом ролике.